Привет, друзья! Мне Лилия, она моя коллега в США. Она прислала ролик, там, чужой ролик, но с моим именем вначале. И написала, неплохой ролик сделали, посмотрите, как надо подавать. В том смысле, что комменты я прочитал там, это в Инстаграме у меня. Комменты я там прочитал. Боже мой, какие комменты люди пишут. Я там рассказываю о том, что такое идеомоторные упражнения, чем они отличаются. Вообще, в методе ключ рассказываете две вещи. Что такое идеомоторные отличия от обычных движений механических. Ну, это так интересно, комменты читать. Ну, видно, молодые пишут. Какая чепуха, какая сегодня. Мне так это понравилось, прочитать вот эти все комменты. И там, правда, есть и комменты замечательные. В том смысле, что вы просто не в курсе. Вот я сделал так, и у меня сразу получилось. Я сразу почувствовал облегчение. Такие разные комменты. Ну, вот что я думаю по этому поводу. Конечно, люди, первый инстинкт у человека, когда привлекается его внимание, на авторитеты. На авторитеты. Поэтому, если я там написал бы, что я член нескольких международных академий, что именно так и есть. Ну, так смешно читать, но просто невероятно. Когда человек не знает, о чём идёт речь, и когда у него нет любопытства вникнуть в смысл, сразу выскакивают инстинктивно вот такие вот эмоции, самоутверждения, отрицания чего-либо не было. Да, это так интересно, потому что как привлечь внимание? Ну, интернет, например, или книга, например. Если вы видите на обложке, там столько-то у вас регалиев, вы там профессор, я там профессор. Ну, я там и в Ютубе много выступал раньше, и по телевидению. И я был профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института образования, ведущим научным сотрудником психологического института Российской академии образования и ведущим научным сотрудником академии, ну, и МАШ, и МАШ, и института машиноведения Академии наук большой. Ну, вы знаете, как привлечь внимание без рекламы? Вот как привлечь хорошее внимание, чтобы вас сразу не игнорировали, не выражали свои комплексы, не самоутверждались? И вот теперь я задумался над этим. Как же это сделать? Вот я же без рекламы делаю. У меня ни на Ютубе, нигде нету какого-то продвиженческого механизма в интернете. И поэтому мои ролики смотрят именно те, которые почемучки, которым интересно, что же там такое. Поэтому я однажды сформулировал фразу, что только почемучки становятся великими. Потому что они думают своей головой. Прежде чем выразить эмоцию, они подумают, а что же это такое? И попробуют. И попробуют. И хлёст попробуют, и лыжника попробуют, и шалтай-болтай попробуют. Это механические повторяемые движения. И попробуют и диамоторные движения. Вот это, смотрите, я сейчас скажу главную фразу. Автоматизм вот этого диамоторного движения и механические движения, когда вы выходите в автоматизм, это очень близко к тому, что инстинктивные движения. Автоматизм, инстинктивные движения. Ну, например, когда у вас сильный стресс, вы инстинктивно дрожите, например, мандраж у спортсмена перед прыжком или нервную дрожь у девушки. Вот, смотрите, автоматизм и инстинктивность. В инстинкте у нас заложен автоматизм. И когда мы пытаемся осознанно в виде упражнения сделать автоматическое движение, например, идиомоторное, ну, задумался я, что руки автоматом расходятся, и они пошли. Ну, так вот, проникнуть в смысл сути. А там кто-то мне в ролике написал. Так мы же, когда были дети, мы так всегда и делали. Ну, в школе, например, так делали. Вот эти всякие движения на автомате. Ну, правильно, правильно. Вот поэтому метод-ключ основан на использовании тех действий, которые мы делаем автоматически, не задумываясь, но осознанно, в виде упражнений. Ну, вообще, это так сложно выразить мысль словами. Вот мне один человек написал, да, я всегда так и делал, просто я не озвучивал. Это замечательно. Мы все так делаем инстинктивно. И ходим туда-сюда по комнате, и ногой качаем. Это же автоматизм. И телом раскачиваемся. Это же автоматизм. И когда мы в купе вагона едем, мы в окошко смотрим и качаемся, мы же автоматически качаемся и задумываемся. И мама ребенка качает, и он успокаивается. Повторение снимает напряжение. И инстинктивно мы делаем то, все и всегда, что помогает нам снять напряжение. И метод ключ весь основан на том, что мы эти действия делаем осознанно, а при этом выходим на состояние расслабления, а еще больше на состояние внутреннего, такого безмятежного состояния, безмятежного состояния, когда мы смотрим на ситуацию как бы со стороны. Ну, как художник, например, когда делает картину, он должен время от времени отходить от картины, чтобы видеть ее со стороны. Как человеку сложно увидеть себя со стороны и понять, как он устроен. Ну, поэтому я и помогаю, потому что я занимаюсь наукой, я ученый, я кандидат медицинских наук. Ну, вот это интересно, что я всю жизнь этим занимаюсь, и поэтому делюсь с вами. И вот как же все-таки привлечь внимание людей, вот, например, к вам? Вы придумали изобретение, к примеру, какую-то новую мысль, и вы хотите привлечь внимание без рекламы. Без рекламы. И как это сделать? И об этом мы будем говорить еще в следующих роликах. Это так интересно. А у нас в субботу будет проходить 20 часов. Ну, продолжение. Это будет третья встреча. Продолжение. Как постройнеть. Там в Телеграм запишитесь, кто не записан, там группа. Да-да, очень интересно. Как постройнеть. Туда уже много пришло людей. Кто по генетике. Очень полный, полный такой. До 120 килограмм. А кто более-менее... Ну, вот я тоже раньше был побольше. Ну, после операции на шее, там Титан у меня стоит. Стал похудее. Видите, какой я. Да. Но при этом очень важно. Потому что все в человеке взаимосвязано. Очень важно открывать и творческие способности. Таким образом, в субботу в 20 часов у нас в Телеграме будет третья встреча. Если я успею, я познакомлю вас с нутрициологом. Как-то так называется, который не диетой занимается. Вы напишите в комментах, как это называется. Он удивительный человек. И даст свои советы. Ну, мы еще поговорим об этом. Если в субботу не получится, мы связь с ним сделаем для вас. Ну, в следующий днём. Итак, до встречи, друзья. Вот я сейчас договорил много чего такого, из чего каждый любознательный задаст вопросы и уточнит, что же я имел в виду. Поэтому до встречи, друзья.